ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Три семейные пары соревнуются, кто лучше приготовит одно и то же блюдо. Тут, короче, вообще жесть, вообще. При этом руками всё делают мужья. Давай, ну ты вмешивай, ну ты чё стоишь? Зачем ты протираешь два часа? Быстрей! А жёны говорят им, что делать по аудиосвязи. Ложка где? Ложка! На мелкую тёрку. Не на эту мелкую! Да, это непросто. А что делать? Ну вот он издевается с ней. Я просто его убью. Если муж с женой хотят выиграть 100 тысяч рублей, им придётся стать командой. Представь, как будто ты мнёшь мою попку. Быстрее, у тебя мало времени. Кто из пар лучше приготовит блюда? Определит наш много-мешленовский шеф. Какого я давно не видел. Страшно занудный и дотошный. Ты ему вот угодишь? Я никогда не говорил, что я приятный. Распадётся семья благодаря говяжьим котлеткам. Я тебя убью. Я сейчас заплачу рядом. Или сплотится и выиграет деньги. Поднимай тарелки вверх, какой ты красавчик! Это «Моя жена рулит». С вами шеф Женя Павлов. И Марина Федонкев. Мы начинаем. Вода кипит, у меня ещё и голова кипит от тебя. Привет! Это шоу «Моя жена рулит». Наши участницы знают. Послушный муж – это не только гордость, но и источник дополнительного заработка. Сто тысяч рублей сегодня заберёт пара, в которой муж лучше приготовит блюдо под руководством жены. Давайте узнаем, кто сегодня будет бороться за приятный бонус к семейному бюджету. Мы семья Сафиных. Мы приехали из города Ноябрск. Мы северяне конкретные. Прямо с крайнего севера. Зовут-то вас как, северяне? Меня зовут Настя. Меня зовут Азат. Я называю Азата «Булочка». Но я, к сожалению, не могу её так ласково назвать, потому что она на работе злой и яростью. Я просто кондитер. У нас своя небольшая домашняя кондитерская. Я, получается, пеку, а Азюшка он продаёт. В семье главный я. Ну, она так думает, что главный мероприятий. Потому что у неё основная задача – печь. За время нашей работы я привык, что я всё время слышал свой адрес «Бубнёж». За то, как зажгу-зажгу всех. Характер, как говорится, переменчивый. Сегодня вот она сейчас сидит, улыбается. Если мы не выиграем, то будет очень плохо. Ну и мы переходим к розовеньким. Меня зовут Виола. Его зовут Артём. Мы из города Минеральные воды. Ты привыкла, да? А мы можем управлять. Ну, джойстик у неё есть, как бы скажем. Два цены. Наша команда называется «Мохнатки». Он очень эмоциональный мужчина. Ну, в принципе, я тоже. Но я как-то могу спокойствие сохранять. А он такой. Ну, я да. У нас равноправие. Ну, конечно, иногда бывает, женщина же должна как бы. Типа я не главная, а главный ты. Ну, как-то так. Ну, бабки у меня все. Артём, нам надо выиграть. Я желаю тебе удачи. Единственное, может что-то пойти не так, и я приготовлю совершенно другое. И переходим к нашей синенькой команде. Меня зовут Вика. А я Герман. По-моему, видно, кто у вас в семье главный? Нет, нет. У меня, конечно же, главный мой муж. Хорошо, что муж верит в это. Это прекрасно. Мы семья Поповицких из города Красногорск. И нам всё по боку. В основном готовлю в доме я. Но так как я похудела на 40 килограмм, и все мои рецепты крутятся с приставкой ПП, то, конечно, фирменное блюдо в доме у нас готовит папа. Я женщина импульсивная. И что бы я ни делала, мой очень спокойный муж терпит. Как мишка. Как мишка. Ну и плюшевый мишка. Я бы очень хотела, конечно, потратить деньги. Ну, на шоппинг, разумеется. Но... Ну, может быть, поедем отдыхать. В нашем шоу муж готовит, а жена рулит. Но прежде чем капитаны станут у штурвала, неплохо было бы взглянуть на карту, узнать рецепт. Наш шеф, зануда, зануда редкостная, расскажет во всех деталях, покажет, объяснит, даст почувствовать. Итак, я попрошу наших мальчиков ненадолго покинуть кухню. Остаются нас только девочки и наша нудота. Суббота представляет осенний гивэвэй. Бесконечный марафон подарков каждый день. Играй и выигрывай. Смотри субботу каждый день, ищи включение из нашей студии с подарками, сканируй QR-код первым и получай подарки мгновенно. Брендовые сумки, часы, фены, ТВ-приставки, а еще классные шубки только для тебя. Это и сотни других подарков. Ищи каждый день в эфире телеканала «Суббота». Мы с вами готовим вот такую вот невероятную лазанью. Это лазанья с овощами, с лангустинами и соусом сальса верде. Когда я услышала название этого блюда, я, конечно, испугалась, как приготовит его мой муж. Начать вам нужно будет с цукини. Нарезайте их тонкими слайсами примерно по полсантиметра. Цукини, творожная масса, чуть-чуть сыром. Опять цукини, творожная масса, чуть-чуть сыром. Опять цукини, это же масса. Все вот это вот так вот органично, красиво и очень, на самом деле, просто. Сам рецепт простой. Мы каждый день такое делаем. Сольем уже? Готовы? Да, да, да. Не слышь. Мы готовы. Да, шеф, да. Отлично. Матросы где наши? Сегодня в конкурсе мы будем бороться не только за выигрыш, мы будем бороться за любовь. Если Артем будет тупить, я его просто уничтожу. Не проиграй. Хорошо. Итак, сегодня мы готовим овощную лазанью с лангустинами и соусом сальса верды из разных трав. Просто это изумительный шедевр. Сборище каких-то... Лук. Блюдо прям совсем невозможно изготовить. У нас есть для вас приятный бонус. Если вам захочется прекратить крик, бурчание, жужжание жены, вы нажимаете на эту красную кнопочку, и у вас будет целая минута тишины. Мне несложно будет слушать мою любимую женщину, потому что у нее голос как песня. Итак, время пошло. Настя, слышишь меня? Слышу. Вот, давай, говори, что делать. В первую очередь иди включай духовку с желтым квадратиком. На сколько градусов? 180 градусов, режим вверх-вниз. Первое чувство – это потерянность, потому что такой большой кухни я еще не видел. Выдыхаем, все. Самое главное – любить меня, не нажимать красную кнопку, понял? И не развестись по итогу. Все, поехали. Быстро. Где эти градусы? Ну ты что, что ты тупишь? Давай быстрее. Артем, ну не тупи, пожалуйста. Серьезно тебе говорю, нажимаю на это «С», она же время показывает. Быстрее, ну! Она не крутится по градусам. Люди уже овощи моют, а ты все градусы пищешь. Она не крутится, не пищешь. Я ее крутил, но обычно как это? В магнитофоне в старом крутишь громкость, но она не крутилась у меня. Достаем противень. Прям можешь его сразу застелить пергаментом. Я бы его еще найти. Бумага, господи, для запекания. Давай. Все, отлично, короче, берем с тобой кабачки. Кабачок – это зеленый. Кабачок – это зеленый. Я думала, что мы погорим прямо уже в самом начале. Моем, моем, бежим, моем, моем, моем. Я оказался в такой стрессовой ситуации, которой, ну, давно не был. Тебе нужно теперь эти кабачки нарезать слайсами. Если я палец отрежу, отстань. Да нет, положи на плоское вниз. Вот так? Перевернешь, он будет на плоскости лежать, и нормально порежешь. Ну, сейчас. Ладно. Это будет провал. Очень важно, как они нарежут этот цукини. Потому что если слишком тонко, он сгорит. Мы сейчас берем кабачки. Зеленые? Да, да. И что с ними делать? Слайсы. Слайсы. Что это такое? Вдоль, Азат. Ну, ты что прикалываешься? Все, я понял. Вдоль, вдоль, как блинчики плоские. Нарежь, пожалуйста. Все, я тебя понял. Окей. Все, выдыхаем. Идем к победе. Сейчас мы с тобой делаем начинку в нашу лазанью. Что делать? Кабачок тебе нужно будет нарезать на квадратик. Вот так? Крупно сильно, крупно. Два раза меньше. Азюша, а ты на что там смотришь? Почему ты смотришь по сторонам? Сосредоточься, соберись, начни работать. Теперь выкладываем, выкладываем наши с тобой цукинчики, чтобы они все вошли у тебя. И двумя руками быстрее получится. Азат. Хорошо. Теперь бери, пожалуйста, растительное масло. И теперь пальчиками сбрызгивай. Пальчиками? Брызгай, бегом, брызгай. Не торопись, мы все успеем. Мы не успеем. Азат реально летал в облаках. Что могло его так отвлечь от нашей победы, я не знаю. Выкладывай теперь на эту пергаментную бумагу. Цукинки, да? Вот так, вот аккуратно, чтобы твои волосы туда не упали. В этот цукини. Моих волос там не будет. Быстрее, быстрее работай. Солью немножко посыпь, давай, давай. И в духовку, в духовку. Да не ори, торвози. Быстрее, быстрее. Нервозность чувствуется, да? В воздухе прям летает. Потому что когда они там стояли, они все выженые. Блин, напряженный азарт. Видишь, ночью азарт. Ночью напряженный, да, да, да. Таймер, таймер обязательно выставляй на 10 минут. Ё-моё, а как это делать-то? А там такая какая-то сложная система с этой духовкой. Пошел отсчет? Нет. Прям вообще какая-то беда бедовая. Ну спроси шефа, как работает таймер. Скажи, я вот не знаю, инженер-строитель. Как так? Можно долго настраивать таймер. Шеф, а не подскажете, как работает таймер? Ммм, красавчик. Что же вы, печь? Никогда не запускали? Так. Все, все, ладно. О, пошло, да? Пошло, 9 уже. Все. Если бы не он, я бы, наверное, еще минут 20 бы там посидел бы и не понимал, что куда там. Ты столько времени тратишь, сколько ты... Слушай, я же не знал, что такая есть китайская техника, которая плохо. Ну давай уже делай с*** пложаны. Герочка, возьми в левую руку и вот так вот сдай, да, аккуратненько. Чистим. Не могу я вот чистить. В армии, когда был тоже мят картошки, оставался с торцевиной и все. Пальцы, пальцы свои корявые не порежь. У меня корявые пальцы. Нарезал, включай сковородку и туда делай растительное масло. Оно не включается. Ты что, не знаешь, как включается? У нас дома и 33 духовки. Здесь что-то, какая-то буква Х мигает. Я подумал, типа, ну, тебе, Артем, а не еда. Артем, ну быстрее. А, вот, все. Перец, бери. Да не тормози, слышишь? Давай, перец, бери. Я сейчас нажму тебе на глаз, а не на кнопку. Ужас. Конечно. Бери перец, Артем. Ты нарезай, нарезай. А тоненько или полстенько? Надо тоже кубиками делать. Да ты что, не могла раньше это сказать? Давай, давай. Там уже сковородочка нагрелась, туда кидай баклажаны. Пожалуйста, на секунду, помолчи. До этого я думал, что звуки моей жены – это музыка. Но когда я их слушал долго, это хуже, чем ***. Хватит мешать. Чеснок возьми. Женщина, ты видишь вот эту? Вот этот прыщ. Быстрее. Хватит глупости говорить. Помешай и посоли. Быстро. Баклажаны уменьшились? Уменьшились. Какая моя *** уменьшилась? На меня тоже смотри. Я тут, я здесь, мой зайчик. Ты меня видишь? Ты специально так говоришь, чтобы я не нажал кнопочку? Давай, давай, молодец. Не нажимай эту кнопочку. Я тебе убью, если ты ее нажмешь. Азат, ну как у тебя дела? Как включить это? Когда уже все участники что-то зажарили, у меня абсолютно отсутствовала плита. Я не знаю, как ее включить. Азат, ты просто подойди и спроси помочь. Не надо самому делать. Ну, она считает, что я совсем тупой, что с плитой бы не справился. Женя, можешь подсказать, как включить? Не могу включить. Все, окей, молодец. Помогаю включить плиту. Хорошо. Все, работает. Работает? Да. Азат, мы потеряли очень много времени с тобой. Я попрошу тебя, пожалуйста, наверстаться. Вот так как ты торты возишь на доставку, точно так же быстро мы сейчас должны с тобой порезать все. Я надеюсь, он понял, что мы выиграем благодаря тому, что я говорю, а он делает. Лопаточку берем. Лопаточка это вот эта? Да. Что делаем? Прибавим температурку и не прекращаем мешать. Как думаешь, чья жена построже вообще будет вот из трех? Это вот все команда. Согласен. Отправляем перец к луку, чтобы вкусы познакомились. Вкусы сейчас как познакомятся, как мы с тобой, да, в Египте? Так же познакомились, они до сих пор офигеваем друг с друга. Однажды мы с Германом поссорились, я недолго думая, приподняла одеяло, взяла свой ярко-розовый лак, накрасила ему ногти на ногах и спрятала всю стерку для ногтей. И Герман так пошел на работу. А я в отместку всю ногу ей зеленкой. Я просыпаюсь, а у меня вся нога вот в таких сыпи-сыпи-вылдырях. Нам нужно еще зелень туда добавить. Какую? А я не знаю, какую зелень. Уже начала забывать ингредиенты. Я сейчас сам сделаю. Гера, 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 бегера, прям вообще на донышке. Так, вот, смотри, нормуль. Да, давай, сыпем. Дальше. Добавляем томатную пасту. Всю? Да, наверное. Слушай, я вот так смотрю на соседи, они как будто делают что-то другое вообще. Мне что-то тоже кажется, что мы что-то не то делаем. Посмотри, что там с кабачками. Что ты видишь, что там за что там? Они потеют. Потрогай руками, они твердые или нет? Артем, возьми вилку, возьми. Ты вилку не взял. Закрой рот. Ладно, ебать с тобой. Не вытаскивай, показай. Носунь обратно еще, быстро беги туда. Дергай на место, быстро. Это что, моя виолка? Это демон. Собираем уже готовую лазанью, прикинь? Это круто. Берешь свою форму для лазанья. Смотри на меня. Смотрю. Зай, сейчас на дно клади два листочка цукинки. Помедленнее. Я тебе скажу, когда-то... Это я тебе скажу, потому что шоу называется «Жена рулит», а не муж там говорит что-то. Тут я, конечно, прифигел. Как дела? Вроде все прекрасно. Что у тебя много обрезок под цукини осталось. Ну, пытался, то не... Жена как, довольна? Да, да. Пока результат прошел. Что-то я не уверена, конечно, что цукинки мы с тобой додержали. Ой, чую я, они у нас сырые. Они должны быть мягенькими. Нет, нет, они нормальные. Ну все, давай, раскладывай равномерно начиночку. Все. Рассчитай количество цукини, пожалуйста. Нам нужно в итоге, чтобы в каждой порции было по три этажа, Гер. Три этажа с тобой возводим на каждом фундаменте. Герман работает в стройке, и мне показалось, что он более быстрее меня поймет, если я буду объяснять ему строительные терминологии. Так, что у нас тут, Герман? Как жена, Давид? Запарился, Давид. Давид? Давид. Я тебя поддерживаю. Что такое говоришь? Ну помни, что у тебя есть красная кнопка. Она у тебя вон там. Домой пешком пойдешь, если нажмешь. Красная кнопка, если бы стояла дома, я бы часто не пользовался. Герыч у нас вообще наверху. Первый этаж просто... Будет провал. Артем! Все, что у тебя на противне, в духовку убирай. И в духовку. Беги, 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 делай! Вам когда-нибудь орал кто-нибудь в мозг? Может, тебя отключить, если я здесь... Нет, не надо меня отключать, это чревато посредствиями. На лицо сядешь? У вас уже лазанья в духовке. А жена как, давит от тебя? Потому что такая скорость... Я, я, я... Мне плохо. Ага. Ой, ну у тебя, да, страсти кипят. Я представляю, что там творится на стороне жены даже. Там... Извините. Артем! Дома она себя так не ведет, естественно. Артем! Я бы, наверное, уже... Да подожди, я разговариваю с мужчиной! А, вот. Я бы за это время уже два раза бы, наверное, нажал. На его бы месте, если бы он бы так орал, я бы нажала бы кнопку раза 33. Дорогой, мы с тобой должны сделать соус сальсу. Сальсовердик? Сальсовердик. Да, а ты откуда знаешь такое слово? Ну, я же слышал. Давай. Так, значит, теперь берешь вся зелень, какая у тебя есть, отрываешь у них стебелечки. Теперь всю свою зелень... Нам листочки нужны. Что ты делаешь? Что ты делаешь? Я сказала, нам нужно то, что едят люди. Стебли оторви, зелень поставь. А не то, что ты ешь. Спасибо. Что люди едят. Спасибо, Марина Гавриловна. Когда пришла Марина, это был для меня немножечко глоток такой, чуть-чуть свободы. Он очень нервничает. Да, я вот хочу все его расслабить, я хочу объяснить, что круто, мы идем нормально. Ты меня слышишь или ты там разговариваешь? Ты слышишь меня? Слышь, Вазюша, все, не нервничай. Вот. Прекрасно, миленько. Теперь найди себе какую-нибудь чашечку, мы там с тобой будем мутить соус. Но время она там ля-ля-ля, это, конечно, злило. Самый какой у вас эмоциональный такой накал был в жизни? Когда я его укусила. Укусила прям так нормально. Куда? За щеку. Я в другое место не попала. Скучаешь. Конечно, чуть-чуть подзабыла про своего Азата, но параллельно так слышала, что с ним там происходит. Азат, ты каперсы режешь? Нет, ты там базарь больше. Он обиделся из-за вас, кстати, что я с вами разговариваю, а не с ним. Я честно хотел уже кнопку нажать, потому что толку от нее не было. Я слышал какой-то фон. Ты там так на лайте сидишь, я вижу. Я на лайте? Ты считал, что я сижу на лайте? Это уже на нервах. Да. Но ты, главное, это, не нервничай. Еда, она... Еда, она любит любовь. Она передается, да. Вот эта любовь передается. Лангустины бери. Да, взял. Они же чищенные? С мозгами, смотри. А, нет, все, мозги долой. Мозги долой. Ты ему говоришь привет? Мозги долой? Да, ему тоже мозги долой. Как дела у вас? Отрезал мозги, отрезал хвост. Что дальше? Мне Марина пришла. Вик, ты меня это не беси, пожалуйста. Ты не бесись. Прям бесит. Вик, давай быстрее. Бросаем лангустины на сковородку, обжариваем с несколько секунд с каждой стороны, чтобы они подрумянились. А вы когда-нибудь ругались сильно? Прям мощно? Да. А до драки не доходило? Я его не била ни разу. Подожди, я не полиция, ты можешь говорить, как было, да? Ну, было. Он послушный стал после того случая, когда ты ему всекла? Или он до этого как бы был? Да, он что-то такой строптивый был. Или ты ему просто всекла и сказала, ты когда-нибудь эмоции подай? У нас времени уже нет. Занька, обжарили по несколько секунд. Хоп-хоп-хоп и вытащили. Огонь мы не уменьшаем. Они должны быть прям... Не уменьшаем огонь. Вот, давайте, это будет девиза ваша. Не уменьшаем. А я побежала. А мы лангустины посолили, поперчили. Вик, ты что? Заня, прости, пожалуйста, я тебя люблю. Бесит меня. Карнишоны бери. Да ты просто душечка моя. Артем, быстрее, хватит драй. Как у вас состояние? Как пульс в норме? Держимся. Так, все хорошо? Да. Ну, вспотнуло немножечко, да? Артем, ты сделал пирамидку, я не вижу. Вот так пирамидка, как фишки. А нарежь мелко. Ты что, не знаешь, такое мелко? Алло. Вот умница, молодец. Вот как шеф-повара. Бывает так вот, так-так-так-так-так, шинкуй, так и ты. Вот сейчас. Молодец. Ты готова, если я муж приеду так вот, с одними мизинцами домой? У него и так маленькие пальчики. Теперь мы с тобой берем эту шпажку деревянную, гигантскую зубочистку. И нам нужно насадить три лангустина. Как шашлык, шашлык. Опа, нормуль? Что там за сопля у второго лангустина? Все, нету ее. Все, нету сопля. Супер. Что еще нам осталось? Красиво поставить соусницу на каждую тарелочку, положить веточку черри и украсить веточкой зеленого базилика. Тебе осталось только положить туда соус, соусницу, и на шпажки нанизить лангусты. Бери шпажку, шпажку бери. Здесь таких нету. Внизу, п***, нагнись. Что ты делаешь? Я ее такой никогда не слышал. И, может быть, это меня иногда избивало. Артем, поправь лазанью, она у тебя распадается. А ты, п***, ты нажал? Я нажал на нее. Он нажал. Он нажал на кнопку. И только благодаря красной кнопке. Я понял, какая тишина прекрасна. А, нет, а что делать? Ну, так тебе и надо. Меня слышишь? Алло. Нет, еще не слышит он меня. Эта минута просто тянется всю жизнь. У нас все с тобой готово. Пожалуйста, попробуй. Можно перчик еще? Добавь. Мой просто гений. Гений мой. Закончили мы раньше всех. Это странно. Для чего вот этот соус? Меня убьешь. Я не знаю, куда байзамический уксус деть. Прикинь, Азюша. Ты, короче, п***. Это твое фиаско. Следующий ее косяк, что мы не посолили креветки. Можешь сейчас чуть-чуть присолить? А ты что? Да я забыла. Ну, с кем не бывает. Это провал просто. Будь что будет, я надеюсь, что блюдо понравится. Зай, начинаем сервировку. Соус. Наливаешь соусники. А как она нальет, если это твердая масса? Я же тебе сказала, это жидкое должно быть. Но она не жидкая. Так тогда наливай еще масло. Масла нету больше. Уксус налей. Есть? Да лей, там уже громовка специально для нас, дебилов, сделана. Все, ставь эти соусники рядом со своей лазаней. Умница. Все хорошо. Так, и найди, пожалуйста, веточку базилика. Ну, ты мне сказала все израсходовать, а сейчас я не знаю. Ты все их израсходовал? Да, ты сама сказала. У тебя вообще зеленого ничего нет? Ну, вот такие, если только... Подожди, стой. Стой, я знаю, что делать. Почисти стебли, стволы твои, которые ты отрывал. Мы с тобой сейчас соберем нашу юрту, в которой живут наши коренные жители. Вот что-то, если только так, посмотри. Все прекрасно, супер. Тебе самому нравится? Нет. Вика, а еще огурцы куда-то же надо, да? Огурцы в соус надо. А, огурцы, точно. Я вообще просто забыла. Вик, молодец. Прости. Я понимаю, что огурцы какой-то привкус там дают, и если я его туда не засуну, это будет провал. Еще тут неизвестно, кто кого будет бить. Ты балбесина. Ты балбесина. Я его не отзывала. Я только его симулировала, говорила, займка, кисонька, писань, как я тебя люблю, а да, он меня обозвал. Я забыла про огурцы, я забыла только про огурцы. Да, ну, что-то забыла, ладно, потом поговорим. Я пойду пешком домой, я поняла, я пойду, я согласна. Встань. Ладно, ладно. Я не пристаю. У тебя сейчас красная кнопка, я старалась как могла. В обычной жизни, даже в стрессовых ситуациях, то есть Герман достаточно сдержан. Он меня не обзывает, не кричит, не рычит, не фурчит. Это моя прерогатива. Говорю, а сегодня у нас получилось поменяться ролями, и он себе позволял то, что обычно позволяю себе я. Ты балбесина. Ты балбесина. Все, возвращайся, я соскучился. Ты змея подколодная. Ты выключил меня. Я тебя слышу. Я тебя тоже слышу. Ты что меня выключил? Грамофон. И чтоб ты не выглядел свиньё непорядочной, приберись на своём рабочем месте. На самом деле у вас осталась одна минута. Одна. Я успею убраться. Одна минута. Ты думаешь, что успеешь убраться за одну минуту? О-о-о. Твоё блюдо красивое, как ты считаешь? Ты бы покушал его? Да. Мне кажется, что наша вот эта вот жижа выглядит как рвота, нет? Можешь заткнуться. Слушай, я лучше не сделаю, это точно. Лишний хвостик у помидоров, который режь, режь. Так все делают, повара, чтоб вы знали. Ну, я всё, я не знаю, я лучше не приготовлю. Ты всё, ты умница, ты что, издеваешься? Я вот на самом деле. Я даже так не приготовлю, ты у меня молодец. Ребят, мы начинаем обратный отсчёт. Десять. Волос в тарелке нету? Нету, нету, нету. Восемь. Кир, я тебя люблю, прости меня. Пять. Ты меня всё ещё любишь, как прежде? Не знаю, если мы проиграем, то не буду. Один. И всё, убрали рутки, всё. Ты справился, главное, чтобы волос не было. Ребята, поздравляю, наконец-то вы отмучились. Будем дегустировать ваши шедевры. Жёны будут пробовать ваше блюдо слепую. Вот теперь как мне понять, какое это блюдо твоё, а какое твоих соперников, я даже не знаю. Если они выживут, то эти блюда отправятся на оценку нашему шефу. Мне нравится твоё если. А наш суд безжалостный, беспощадный, но справедливый. Больше баллов, конечно же, получит тот, кто приготовил вкуснее. Поехали! Слепая дегустация! Мы подошли к самому главному моменту, это дегустация. Вика, ты в курсе, что ты должна сейчас делать? Открывать рот и пробовать. И оценивать, да? Оценивать. Так как ты не видишь подачу своему блюда, только вкусовые качества. Как любит говаривать наш Евгений, работа сосочков нужна. Да, сосочки. Вот именно мы сейчас эти сосочки будем раздражать. Готова? Я готова. Раздражите мои сосочки. Как тебе все вместе продукты? Вот я хочу кусочек лазаньи с соусом и потом кусочком лангустина шлифануть. Вот что скажете прям всё? Вообще какой сервис? Сервис у нас, знаете ли, на высшем уровне, а вот за вкус я ответственности не несу. Сам попробовал, это очень вкусно. Ох, ковш-то хорошо захватил тебя. Почувствую блаженство. Ох, это очень вкусно. Вкусно? Угу, очень вкусно. Это я. Что-то там хрустит. Ещё кусочек или лангустина пробуем? Лангустина кусочек попробуем. Вот лангустин, я не уверен, вот честно говорю, я его не пробовал. И мне кажется, что я вот с ними напортачил, вот прямо. Вот мне кажется, что сейчас она его прям выплюнет. Оно очень вкусно. Вкусно. Хрустит тоже? Хрустит хорошо. Вот так вот. Я просто думаю, что это блюдо моего мужа, потому что оно слабо соленное. Вика, ты не сомневайся, это твой мужик. На варгане. И сразу же оценка. Всё, давай, пять баллов. И сейчас такая, три. Ну, давайте пять. Всё, молодец. Сегодня бить не буду. Мы приступаем к следующему блюду. Это столько, бросай, подносишь. И такая прям в тарелку. Фу, это что? Апс. Та-ра-ра. Ммм. Так. Я сейчас такая, нет, это мой муж. Вот этому шесть, а тому три. Герка, как думаешь, не? Ой. Что? Я даже не знаю, если это даже мой муж. Прости, но это прям, нет, это too much. Это прям гиперсоль оно. Забило сердечко? У меня точно. Сколько ставишь вот этому неприятному блюду? Ну, а п*** до этого, так и ставь такую же оценку, собственно. Четыре. Четыре. Человек готовил же, старался, я не могу оценить всё равно ниже. Это четыре. Ну, нормально, нормально. Ох, какая ты всё-таки. С гнильцой. Да, конечно, хорошо, что ты пока вот осознаёшь это. Так, всё, азат, сейчас твоё. Открывай. Грачи прилетели, знаешь, картина. Ра-а-а. Поташь снимается, что ли? Вкусно. Соус вкусный внутри, это пилогика вообще. Не, ну Вика, молодец. Можно лангустин? На. Это сто процентов не наше блюдо. Потому что вы своё живьём ели, да? Ну, мы, да, про часы сыр и там ещё лангустин и пищали, когда её живьём. План был такой. Ну, сейчас. Да, со всей строгостью, да? Да. Соус очень кислый. Ну, давайте три. Три. Смотри, как у тебя пять, четыре, три. Знаешь, ты более уверенной становишься. Молодец. Пять. Она поставила мне пять. Первым Вика попробовала блюдо, приготовленное её мужем, и дала этому блюду максимальную оценку. Пять баллов. Жёлтой команде она поставила три балла, а розовой – четыре балла. Ну что, Настюш, не страшно тебе? Ты готова? Мы так есть хотим, чтобы сейчас всё будет вкусно. У меня там, кстати, много сыра. Сейчас посмотрим. Как тебе подать? Прямо сразу же всю лазанье так чик. Конечно, чего? Я милого узнаю по кабачкам. Ох ты. Прямо поширше. Вот. Видишь? Момент истины. Я уверен, понравится. Видишь? Мне кажется, это не азата. А мы же не своё выбираем. Выбираем по вкусу. А, точно. А можно мне соус попробовать? Можно. Соус клёвый. Соус клёвый. Хорошо. В общем, я поставлю за всё. Пусть будет двоечка. Потому что овощи мне не понравились. Сколько двоечка? Двоечка? Молодец. Вкусно, ё-моё, ну двоечка. Давайте, убирайте этих двоечников от нас подальше. Так, моё. Настя, не ешь. Так. Сейчас такой прям... Ты надо езжить. Мне кажется, сейчас будет семь. Семь. Прошлое было много соли. Здесь как-то сбалансировано. Прямо такая сливочность чувствуется от творога. Прикольно. Прикольно. А можно лангустинку? Лангустинку. Так. Я прям людей кормлю от души. Она прикольно хрюстит. То есть она не как сопельки. Вот это вкусненько. Вкусненько. Какую оценочку мы ставим этому блюдечку? Сейчас будет двойка. Мне кажется, единица. Доставим троечку, да и все. Я ставлю от души. От души пусть будет пять. Ей. Сколько? Пять. Пятерка. Ничего себе. Ну, это реально вкусно. Надо выпить. Я хочу это попробовать. Понимаешь уже? Полярные такие у тебя оценочки. Двойка, пятерка. У тебя не будет пятерки. Шедевр. Шедевральный повар. Так, Настя, давай открывай ротик. Она должна почувствовать. Она должна почувствовать твою руку. Здесь нету соли. И, скорее всего, может быть, это даже мой муж приготовил. Он соль не любит? Нет, мы просто забыли ее положить. А-а-а. Ешь, тут все должно. Если вообще отставить всю логику, здесь сливочный вкус. Вот мне нравится, когда вот сметанка с овощами. Это реально очень хорошо гармонирует. Так что пока зачетик. Ну, если у нее не будет соль, если она постоянно 4, и все. Я один нечего думал. Вы, значит, приехали просто поприкаловаться. А вы сейчас говорили. Так, я оценку какую. Пятерочка. Молодец. Всем поставлю хорошо. Она почувствовала меня. Молодец. Я люблю тебя. Все, пятерочка. Потому что прикольненько. Так же это все не объективно. Я так хорошо старался. Все-таки она угадала, что это мое, и она ставит пятерку. Ну, что тут скажешь. Если вкусно, значит вкусно. И Настя, не задумываясь, ставит пятерки синий и желтый командам. А вот овощи розовых получают всего лишь два балла. Ну, что, погнали? Погнали. Ой, это, по-моему, вот самый волнительный этап. Это вот этот вот. Я даже не думала, что он такой будет. Открывай рот. Еще шире. Вы мне прям... Ну, от души, че. Ох ты, боже мой. Простите, мужчины. Простите, мужчины. Но этот огурец настолько огромный. Огромный. А ты не измельчал? Я резал. А ты на терке теркал? Нет. А ты как его делал? Через зубы так. Может, шлифанем лангустином? Ну, давайте, только, может, чуть поменьше. А то он прям концентрированный такой. А я тебе без соуса дам просто. Да, все хорошо. Давай, открывай рот. Так, с лангустином что у нас? Он не очень сочный, но приготовлен неплохо. Ну, неплохо. Не, молодец. Что это, ребята? Нет, слушай, до этого тоже мы слышали. Неплохо два. Надо оценочек уже говорить? Конечно. Ну, я, честно говоря, уверена, что это блюдо не моего мужа. А почему? По каким? Потому что я его просто казнила, когда он готовил соус. Я его просила измельчить максимально. Естественно. Твой муж хуже готовит. Простите все, пожалуйста. Я никого не хочу обидеть. Ну, три балла. Ну, нормально. Ну, видишь, ну, не два. Ну, справедливо. Ну, не два же. Ну, не два же. Как мне поставили. Кто напомнить? Открывай рот. Так, все, сейчас все решается. Просто почувствуй. Как в этом аватаре, не помните? Вот так соединились, хвостами говорили. Сухейло. Ну, ты отправь это. Цукини получились вкусными. Ну, соус суховатый. Но мелко нарезан. Какую оценочку? Давайте поставим... Четверочку. Четверочку. Молодец. Не угадала. Похоронила ты нас. Мать. Полностью. Сейчас принесут голубой поднос. Открывай рот. Прям побольше открывай. Вот. Вот так и питаемся. Что участника выпадет изо рта, то наше. Ой. Что-то плохо. Пересоленный. Как так странно. Я салюту прям. Чуть-чуть-чуть. Я какая-то привередливая получаюсь, но, честно сказать, первый ангустин был вкуснее, чем этот. За это блюдо мы ставим... Три балла. Три. Ну, почти угадала. Три. Так три. Что уж поделать-то. Простите все. Простите все. Почему все? И мой муж. И мой муж. Тоже. Тоже. Она мне поставила четыре, а всем остальным ребятам она поставила три. Ну, я не расстроился, честно. Главное, что выше остальных. Привередливой Виоле понравилось блюдо только ее мужа. И то всего на четыре балла. А вот блюдо соперников она оценила всего на три балла. По итогам слепой дегустации команды получают следующие баллы. Розовая команда – десять баллов. Желтая команда – одиннадцать баллов. И в лидеры выходит синяя команда, набрав тринадцать баллов. Итак, мы подошли к дегустации шефа. Я напомню, что он ставит две оценки. За подачу и за вкус. Эти баллы могут все изменить. Ну, Женек, жги. Начнем с желтой команды. Я это блюдо сам не пробовал. Надеюсь, это вкусно. Вот это объект артхауса, который пытался. Но немного он повалился, не хватило зелени. У нас костер такой пионерский был в лагере. Ну, можно сказать, я, конечно, пытался чум сделать. Наш национальный колорит передать. Но не хватило зелени. Надеюсь, что блюдо не покрасило. Важно я делал это от души. Ну что ж, вам не кажется, что у вас цукини, как-то вот я сейчас уже смотрю по виду, толсто нарезаны. Не было такого ощущения? Потом уже было понятно. Да, очень важно, как бы удалось ли ему пропечься. Не случилось. Что-то мы так все волнуемся, зашелся. Не нервничайте. Потому что в тех случаях, когда все совсем плохо, я прошу салфетку или урну, лангустин. Вот здесь он у вас зажаристый, а внутри практически сырой. Это абсолютно правильно. Вот если бы он весь был бы так пожарен, то было бы совсем правильно. Думал, что не справлюсь. Оказалось, все не так сложно, и мы справились. Ну, с соусом на самом деле проблема у всех одинакова. Я это уже заранее вижу. Что соус не удалось нарезать, то есть нарезать как следует. Когда вы его вообще там резали, я думал, что у большинства людей это будет вообще не соус, а просто вот нарезка. Такая для слабовидящих соус. Я кричала, как могла. Я и нажал. Ничего не говорите. Неплохо, но очень каперсно. Не могу сказать, что совсем плохо или что-то такое. Я думала, честно, будет хуже его реакция на наш кислый соус. Что касается подачи. При всем уважении к национальной культуре сервера, это как минимум я такого никогда не видел. Лучше бы я, конечно, этого бы и не видел. Немного грустно. Стебли, наоборот, от базилика, я вам честно скажу, мы обычно либо выкидываем, либо варим вместе с бульоном, чтобы выдать их вкус, но никогда на тарелке ни в коем случае не оставляем, только если там много других листьев, и стебли не видно. Ну, это плохо. Не надо было делать, и я так и предлагал. Я бы назвал это блюдо «Кальмачки и шалашки». Как вам? Теперь это наше семейное блюдо. То есть вместо того, чтобы нашим будущим невесткам отдавать все свое золото, я буду отдавать этот рецептик, и все. В общем, я готов поставить свои оценки. Я думаю, ему понравилось, и мы теперь ждем оценку. Розовая команда, давайте, пожалуйста, свое блюдо. Передавай. Не уравнивайте. Наш прикол. Я переживал, чтобы не попали в волосы его блюда. Потому что дома, если бывает взмах его мохнатой руки, то волоски обязательно бывают в блюде. Вот тут вот как-то все очень размазалось, конечно, есть такое. А чели почему-то веточка вниз, а не вверх. Ну, ничего страшного. Они как снегири. Чего ты себя топишь-то? Снегири на веточке. Тут как бы вот эта веточка. Там лужа. Что? Соус. Мне не нравится. Я сразу говорю, что соус, к сожалению, какой-то вот не соус. Это срыгнули снегири. Так, ну что, пробуем? Дай бог вам здоровья. Соленая. Да елки-палки. А попробуйте с другой стороны порезать. Цент действительно чуть меньше. Ты это знал. Поплакал вон там. Ну, тем. Ну, в общем, я готов поставить оценку. Спасибо. Нам пять можно было поставить только за то, что не было ни единого волоска в тарелке. Может, там сейчас шеф зубочистка такая? Что это? Да нет. Несем? Импровизируйте и несите. Как мы репетировали. Зай, как дома. Давай. Зато веселые. Для меня открылись новые грани моего мужа. Во-первых, я узнала, что он умеет потрясающе готовить под моим чутким контролем. В сжатые сроки. В стрессовой ситуации. Он меня очень удивил. Сразу видно, что человек занимается строительством. Фундамент хороший такой. По форме, пожалуй, напоминает больше всего оригинал. Попробую сейчас. Ой. Самое важное – это вкус. Как вкусненько. Ням-ням-ням. Несите ведро. Не надо ведро. Ну, это не такая соленая. Эту я бы даже чуть-чуть посильнее посолил бы. Когда шеф не попросил ни ведра, ни салфетки, в принципе, все. Это уже победа вкуса. Попробую отдельно соус. Здесь с базиликом попытались хотя бы вот изобразить. Чувствуется, что прям со стеблями, да, прям вот резал, да. А ты отрезал. Так самый смак же там. Кстати, вот должен отметить, с представительной точки зрения, что вот так как блюдо надо есть все вместе, здесь посолил получше, здесь похуже, а вместе неплохо. Круто тысенький-то, да. Молодец, молодец. Ну что ж, я готов поставить баллы. Я потекла. О-хо-хо. Волнующий момент настал. О, барабан на дорогу. Вы можете открывать свои конверты. Мурашки по коже. Артем, нам надо выиграть. Иначе она такой веселой не будет. По итогам двух дегустаций команды набирают следующие баллы. И побеждает синяя команда со счетом 22 балла. Победителем в этой программе становится команда «Синий». Пусть победили. Я старался. Мы просто утерли всем нос. Это да. Поздравляем вас. Вот что делает, да, вот что делает вот успех. Я считаю, я расстроилась. Нам не хватило одного или двух баллов. Вот это и обидно. Мы когда сюда приехали, я говорю, давай просто приготовим нямку. Ну, видимо, эта нямка не очень понравилась шефу. Мне очень понравилась. Главное, не победа, а участие. Если так-то подумать, мы реально очень много прошли. Мы родили двоих детей. Это же тоже испытание. Азат выхаживал у меня, когда была в реанимации. То есть мы реально очень много пережили. Я думаю, что этот конкурс... Не повод для развода. Не повод. Пока не повод. Итак, Герман и Виктория, приз ваш. Азат, забирайте, пожалуйста, свою карточку на круглую сумму. Не тратьте все сразу. Спасибо большое. Вам спасибо. Спасибо за игру. Нереально крутой опыт. Вообще, то есть мои нервы были на пределе, его нервы были на пределе. И вроде бы изначально я такая думала, что я прям все, я прям его убью, а потом он меня чуть не убил. Внизу топтал через... Вообще, самое главное, теперь Гера точно знает, что его жена... Моя жена рулит. Друзья, это было шоу «Моя жена рулит». С вами был шеф Евгений Павлов. И Марина Федонки. Помните, главный ингредиент – это любовь. Увидимся. Ну что, мы на шопинг или мы еще подумаем? На шопинг или еще подумаем? На шопинг я думаю. Тихо. Павлов. 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 Павлов.